Магнитогорский металлургический комбинат И очень важно, как выглядят эти площадки Насколько они чистые, красивые, удобные Вот на эту злободневную тему давайте мы сегодня и поговорим Гость нашей студии Александр Олегович Морозов Председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Здравствуйте Добрый вечер Что-то я много там наговорила Магнитогорского городского, все верно Комфортная городская среда Для магнитогорцев, мне кажется, это уже устойчивое выражение Которое нам знакомо Но вот для меня не так давно прозвучало слово софинансирование И как-то так вот жители, мне кажется, запаниковали И стали появляться вопросы, звонки Люди спрашивают, что это, как это, с чем-то И вообще куда с этим бежать, деваться Вот несколько слов об этом направлении В работе программы Комфортная среда нам с детства знакома Мы все хотим жить в чистоте, в порядке, чтобы вокруг было красиво Но вот за последние годы мы это замечаем Разительные перемены Особенно вот по паркам и скверам новые Строятся, реконструируются старые Эта работа продолжается уже третий год Это одна часть программы этой самой комфортной среды Другая часть это наши дворы Коих у нас в городе больше 900 И вот за два года уже благоустроено более сотни, если быть точным 112 дворов Ого И насчет софинансирования особо вопросов-то нет 3% всего лишь навсего разово жители платят И оставшуюся сумму получают из федерального бюджета Фактически, говоря простым языком, с неба падают эти деньги На благоустройство дворов И там, где техника проработала и дворы реконструированы Люди заметили изменения Сейчас вопросы задают больше по постановлению правительства нашего, Минстроя Который решил, что с этого года дворы, попавшие под реконструкцию Должны быть взяты на содержание жителями домов, образующих этот двор И запаниковали некоторые Объясняю, ничего страшного нет Волков боятся в лес не ходить, это во-первых Во-вторых, не мы же с вами содержим эти дворы И не наши родители, бабушки и дедушки Мы с вами работаем, а бабушки и дедушки отдыхают Для того, чтобы было чисто во дворах, интересно и культурно Мы нанимаем управляющую компанию Вот именно мы ей платим деньги за ее жилищные услуги Именно она вам обеспечивает комфорт и уют Как это было вчера, это сегодня, это и будет завтра Никаких предпосылок для увеличения этого тарифа Нет и быть не может Дай бог, чтобы эти управляйки справлялись с тем функционалом Который они должны делать, хотя бы по минимуму Чтобы во дворах было чисто Другое дело, что некоторые управляющие компании Особенно на юге города Ну, привыкли жить по-старому Вот как в конкретном дворе ничего не было Жители не жаловались Да и ладно, пусть не будет и завтра Они же не жалуются, ничего не просят, не дай бог Жители начнут жить в комфортном, благоустроенном дворе У них будет еще одна ответственность И ответственность для них Ответ, они захотят еще лучшего, большего И будут спрашивать строго с управляющей компанией А управляющие компании, хоть и нанимаются нами, жителями Не очень-то привыкли отчитываться Кстати, вот один знакомый магнитогорец Взял и залез на сайт одной из управляющих компаний И с удивлением узнал, что за минувший год Она в его доме меняла лампочки 720 раз А дом тот трехэтажный и трехподъездный Там квартир-то раз, два, три, четыре, пять 720 раз Мы же отлично знаем Вот я у себя в подъезде, сам меняю лампочки У вас, муж, наверное, ваш, да? Приписывают, обманывают И особенно на юге города А там дома не трехэтажные, а высокие Собрать-то можно много денег жильцов Мы ведь как в свое время Явлинский, кажется, говорил Вот если управляющие компании перестанут быть муниципальными А станут частными Появится конкуренция И уровень обслуживания будет выше Качественнее Ну да, случилось так Сейчас они стали частными Все, муниципальных нет Кое-где действительно Есть примеры в магнитке Когда уровень обслуживания вырос Но зачастую мы видим, что ничего не изменилось Мы только слышим о войнах в новых районах города За место под солнцем За деньги жителей Ну то есть, если мы будем Если вот это будет происходить То и управляющая компания, вы думаете Будет более ответственная Да что изменит? Если жители будут настойчивыми Грамотными И будут спрашивать Со своей управляющей компанией Безусловно, они будут работать лучше Когда мы с вами приходим в магазин Покупаем швейную машинку Мы же ее исправную берем А если принося домой Обнаружим, что там что-то не крутится Мы возвращаем и требуем деньги назад Это нормально То же самое и во взаимоотношениях С управляющими компаниями Мы платим им деньги За то, чтобы они прибирались за нами Если они это не делают Нужно спрашивать, чтобы они переделывали Доделывали и так далее Вот, Лен, когда мы с вами заходим домой И нажимаем на выключатель Свет загорается Мы понимаем, что свет появился За что мы платим деньги? Когда мы открываем воду на кухне Пошла горячая, пошла холодная Ну, понятно, платим за то и за другое Извините, когда унитаз сдергиваем Мы понимаем, что мы платим за водоотведение Когда зимой подходим к батарее и трогаем ее рукой Она горячая Понятно, мы платим за тепло Как оценить работу управляющей компании? Вот мы по минимуму Мы же люди-то не особо требовательные Ну, чистенько во дворе Бумажки там собирают Подмели хорошо А по большому счету Они должны плясать перед нами Я не говорю, чтобы праздники еженедельно устраивать Должны что-то придумывать новое, интересное Благоустраивать двор А у них одна отговорка Денег нет Вот поэтому-то им государство-то и помогает Нашим управляющим компаниям Как я говорил, с воздуха деньги падают С федерального бюджета и пошли деньги Не только на парки и скверы общегородские Но и на конкретные дворы И грех этим не воспользоваться Ну, представьте себе, Лен Вам вот ТВИН машину подарит А вы скажете Мне нравится эта идея Да, вы скажете Да зачем она мне уж надо на права сдавать Хлопот сколько Да потом там пыль протирать, мыть ее Это же лишние заботы И отказывайтесь от этого дорогого подарка Вот некоторые управляйки так себе и ведут Им предлагают карманы новые, парковочные Дорожки, бордюры, заборы, деревья Детские спортивные площадки Они говорят, нет, нам этого не надо А если жители согласятся на это Мы с этих жителей будем брать больше денег За что? А на самом деле как? Ну за что? Ну вот вы представьте Машины стоят во дворе на газонах Идет дождь И колес этих автомобилей подворуют У грязи развозят Мы часто видим такую картину А теперь взяли и закатали в асфальт Сделали парковочный карман Пошел дождь, грязи нет Управляющая компания меньше будет работать Согласитесь Ну не надо убираться Грязь умести Безусловно То есть тарифы даже уменьшатся должны Но никак не увеличится Другое дело, что вот Управляйки лень Потом на вновь появившемся Игровом комплексе Раз в год где-то подкрутить гайку Что-то подкрасить Какую-нибудь лавку Так сказать установить ровно Зачем? Задницы свои не отрывали от кресел Долгие годы подряд И не хотят это делать дальше А жители терпят Во-первых, потому что терпеливые Во-вторых, потому что неграмотные В-третьих, потому что им некогда следить За работой управляющих компаний У каждого Своя работа, профессия И так далее Ну и в-четвертых, не привыкли это делать Ведь жители у нас с вами Все хорошие магнитогородцы Но они делятся на три категории Не по профессиям По возрасту По менталитету По менталитету Есть часть активных Которым все нужно Они готовы войти в программу Комфортную среду Готовы жителей сагитировать Другая часть Которые недовольны вечно Они встают каждое утро Они с той ноги Им дерево посади плохо Дерево сруби опять плохо И самая большая часть наших жителей Это безразличные Не в силу характера А в силу того, что им просто некогда Вот Поэтому Управляйки-то пользуются этим И некоторые управляйки на юге города И под шумок этой программы благоустройства Пытаются содрать с жителей Дополнительные деньги Это незаконно Во всяком случае Жители сами Вправе устанавливать цифру Сколько им платить Своей управляющей компанией Есть управляющая компания Постучит в квартиру и скажет Дорогой Иван Иванович Мы решили Внутриквартальную территорию Мыть шампунем Для этого платите на 100 рублей больше Но житель решит Иван Иванович Надо ему этот шампунь Или нет Если да, пусть платят На общем собрании решают И голосуют за этот шампунь Если нет, пусть отказываются А не получится, что это будет Такое больше как Про заседавшиеся Что вот так и будут Не приходить каким-то То есть постоянно Выяснять отношения С шампунем Мыть не с шампунем То есть вот Мы же привыкли Что нам целенаправленно Откуда-то сверху Спустили Сказали будет так-то Так-то и так-то А здесь уже больше Мы будем как бы От себя Наверное Ну вот люди живут в деревнях Корова поселца Навоз Свежий воздух Деревья Лужайка Они привыкли К этому образу жизни Им особо ничего не нужно Переехал он в город Магнитогорск Здесь уже жизнь городская Уже что-то Такие требования появились В Питер Северную столицу А там вообще Фонтаны Цветы Древние Старинные здания Хочется большего еще Культурный уровень растет У человека Не только от того Что он книжек больше прочитал Но от того Что его окружает И если из окон Мы будем видеть Комфортную среду Если мы будем видеть Там лавочки Элементы какие-то Парковки Все это красиво И комфортно То Требования появятся Нравится всем видеть Из окна Комфортную среду Нравится чтобы красиво Но вот вопрос такой Вот часто встречается И нам звонят И спрашивают Изменятся ли цифры Вот в нашей квитанции В графе ремонта Содержания общедомового имущества Если на балансе Появляются дополнительные строения Вот такой вопрос Например Что-то изменится Появляется То есть Имеет ли право С нас какие-то Брать еще деньги Да я думаю Что конечно же нет Я только что отвечал На этот вопрос Но вот представьте Во многих кварталах У нас с вами стоят горки Железные Те самые На которых мы Когда были детьми катались Прошли десятилетия А они стоят Потому что из хорошего металла Сделаны И хорошо вкопаны И забетонированы Таких управляющих компаний Даже не красят Ну вот Обратите внимание Уважаемые жители Когда последний раз У вас это старое Детское оборудование Управляющая компания Подкрашивала Никогда Теперь будет новое Стоять Они что будут Подкрашивать Да нет конечно Поэтому за что Они будут брать Дополнительные деньги Причем Еще есть гарантийное Обязательство Подрядчика Пять лет На асфальтобетонные работы И вот по игровому Оборудованию Три года По прошествии Этого времени Ну может быть Придется там Раз в год Какую-то гайку докрутить Где-то что-то подсыпать Какую-то травку досадить Но это нормальная работа Любой управляющей компании Я вам приводил Пример с этими лампочками 720 штук Которые они приписали Пусть меньше приписывают И больше делают для людей Вот и все Никаких дополнительных расходов Быть не может Ну как нужно содержать Дополнительно Карман парковочный Автомобиль Что там Как бордюр лежал Он еще пролежит там Сто лет Как асфальт был Так и есть Какие нужны средства Дополнительные Для содержания Парковочного кармана Или дорожки Которая идет Через весь двор Ну нужно зимой Чистить снег с нее Осенью там Листву опавшую Подметать Так этим управляющей Компании Всегда занимались Ну в принципе Это да Это все в рамках Заработной платы Да Потому что даже Тех людей Которые там работают Конечно Если управляющая компания Добросовестная Если это разгильдяи Они не делали Когда было там Запущение И не будут делать Когда появится Что-то новое И комфортное У нас есть сюжет На эту тему Поэтому всегда хорошо Если мы еще Все о чем мы с вами Горем визуализируем Давайте посмотрим сюжет Дорогие зрители На тему Комфортная городская среда В этом дворе Благоустройство До конца не закончено Здесь уже расположились Два парковочных кармана И заасфальтирована Пешеходная дорожка Вдоль хоккейной коробки Ее протяженность Около 100 метров Рядом с ней Разместится песчаная площадка Со спортивным оборудованием К слову о самой Хоккейной коробке Ее ремонт в приоритете Ведь главная Особенность программы Комфортная городская среда В том, что перечень Необходимых работ Формируют сами Горожане В результате голосования Хоккейная коробка Включает в себя Полностью Капитальный ремонт Со смены основания Смена деревянных бортов Установка нового ограждения По периметру Хоккейной площадки То есть полностью Капитальный ремонт На этой хоккейной площадке Чтобы она Соответственно Была Как новая Когда-то в свое время Кроме этого Скоро начнется Установка скамейки Урт На благоустройство двора По программе Комфортная городская среда Было выделено 3 миллиона Триста тысяч рублей Ориентировочно Работы закончатся 15 июня В качестве бонуса Подрядчик согласился Заделать дыру В асфальте Рядом с контейнерной площадкой Однако Для того Чтобы здесь стало Совсем уютно Из бюджета города Дополнительно Выделят еще средства Они пойдут на освещение Хоккейной коробки И снос аварийных деревьев Совместно с МБУ ДСУ Обследование уже провели В ближайшее время Они подкорректируют Свои планы И зайдут Те деревья Которые подлежат Демонтажу Будут демонтированы Когда мы говорим Ближайшее время Мы подразумеваем Что это будет месяц Месяц полтора Фактор Который настораживает Многих жителей Для участия в программе Теперь необходимо Закрепить имущество Которое досталось В результате благоустройства За самими собственниками квартир Однако Как заявляет городское руководство Бояться нечего Дополнительно платить Ничего не придется Если возникает вопрос По содержанию Больше затрат на содержание В чем? Да ни в чем Как хоккейной коробке Управляющая компания Практически не подходила За эти 30 с лишним лет Так и подходить не будет Она будет новая стоять Как появились парковочные карманы Их шампунем же мыть не будут Делали бы то Что по минимуму положено сделать Грязи меньше будет во дворах Больше удобства для парковки автомобилей То есть затрат никаких Только благо Напомним За два года По программе Комфортная городская среда В городе обновили 112 дворовых территорий В этом году преобразятся еще 39 В эфире программа Магнитогорская времечка Мы разговариваем про комфортную городскую среду И гость председателя Магнитогорского городского совета депутатов Александр Олегович Морозов Вот мы посмотрели сюжет В подтверждение того Что мы с вами беседовали И вот тоже прозвучало Опять же Что опасаются Что на балансе Теперь у них будет территория За чей счет будет Постановка За счет муниципалитета Все за счет муниципалитета Людям ни дополнительных копеек платить Не нужно будет Просто для чего это Минстрой придумал Для того чтобы жители Наконец-таки Почувствовали себя Хозяевами места Где они живут А что такое быть хозяином Это не ломать то что создано И не давать это делать Другим людям Вот и все И чувствую что я вложил Свою копейку Эти 3% Софинансирование Разово Благоустройство Своей территории Значит я буду своих детей учить Относиться к этому бережно Сам буду Соседи То есть жить чтобы дружно было Вот кстати По этому сюжету И по другим дворам Тут проблема какая возникает Ну это не проблема Просто может быть недоразумение Когда мы заканчиваем Реконструкцию очередного двора И люди выходят на приемку И выясняется что Ой надо было не так сделать Дорожку немножко левее А бордюр чуть-чуть правее Ну друзья мои Работы уже завершены Где вы были раньше Тогда когда все эти протоколы подписывали И рисовали на промокашке схему Вы сами выбрали то место расположения Оборудования Карманов В бордюров дорожек И по вашему же заказу Укси все это сделал Нельзя найти консенсус на 100% Ну большинство жителей так решило Кому-то неудобно Большинству нравится Кто-то хотел бы больше Парковочных карманов Ну безлошадные Говорят что Нет оставьте деревья Не сносите Нам того что есть Достаточно Сложно найти компромисс Но в любом случае Если двор был заброшенный А стал благоустроен Это благо Вот та же хоккейная коробка Она более 30 лет Была в запустении Детишки играли Мы там проводили Все городские соревнования Ну борта были прогнившие Правильно Асфальт был потрескавшийся Сейчас все это будет новое Баскетбольные кольца поставим Освещение сделаем И оно будет служить Еще много десятилетий А какие затраты На то чтобы Все это было в исправном состоянии Да особо никаких Лишь бы не ломали бы Дети Ну вот кстати То есть уже работает программа Мы вот говорили Да с вами Третий год работает То есть уже есть У нас уже есть дворы Где состоялось Это благоустройство И реконструкция Меняется психология людей Меняется Действительно отношение другое Меняется Как вы видите это Меняется Когда мы два года назад Выезжали в первые дворы Когда-то программа Только шагала по магнитке Жители у подъезда Встречая нас Говорили Вот нам бы здесь еще Кусты посадить Да нам бы еще тут Можжевельник Да розы Всегда отвечал Я отвечу сейчас Друзья мои Не я там живу Вы там живете Высаживайте сами Я вот живу на Горького 27 Уже 56 лет Я сам там посадил Несколько десятков рябин И иных растений Сам вместе с сыном Со своим Правда некоторые Вандалы Поломали Ну я же не буду Не буду же жителей Горького Выезжать на Сиренево И там высаживать И наоборот Сиренево В Ленинский район Где живете Там обухаживайте Свою территорию Благо сейчас В любых садовых магазинах Можно купить Всю эту растительность Либо из сада Привезти Было бы желание Высадил бы Ухаживая Здесь же гуляют Под этими окнами Наши дети Внуки Для них же Все это создается Государство Дает базу Делают эти вот Асфальтовые работы Парковки Площадки Игровые Спортивные А жители Уж дальше Пусть обустраивают Сами И есть таких Примеров Много Когда вместе Дружные соседи Обухаживают Своё пространство Перед подъездами И строго За этим следят Не дают Там распивать Спиртные напитки Шпане всякой Мужики есть Там сильные Которые гоняют Эту шпану И правильно делают Своё Нужно Быть хозяином Своё Охранять Я просто хотела Чтобы может быть Даже прокомментировали У нас есть сюжет Мы когда готовились К этому эфиру Подсняли два двора У нас один замечательный На Ленина 125 И на Чапаева Вот можно посмотреть Сейчас Как насколько Вот не знаю Ленина 125 Там просто Я не знаю Западный какой-то вариант Причём вот этот адрес Ленина 125 Там более 10 лет Это территория На содержание у жителей Они платят Так же Как и во всех остальных Районах города А результат Наверное лучше Давайте посмотрим Нет Вот сейчас у нас Мне просто Редиктор подсказывает У нас сейчас Чапаева Да я так понимаю А нет Ленина 125 Всё вот мне подсказывает Вот Ленина 125 Как оно выглядит Ну действительно Да Это вариант Какой-то Не всегда даже понятно Мы так привыкли Да Я был в этом дворе Там очень дружный житель Разного возраста И разных профессий К тому Что сделали Муниципалитет Они ещё Где-то добавили Своё оборудование Сами высадили деревья Кустарники Притащили Какие-то Шлакоблоки Там ограждения Поставили Ну молодцы Ещё лучше сделали Нежели было В проекте у нас Вот смотрите Какой алгоритм Александр Олегович Получается Что муниципалитет Государство Там не знаю В рамках программы Построили замечательную площадку И дальше В течение трёх На некоторые На некоторые пять лет Оборудования Действует гарантия Подрядчик устраняет Недостатки Если что-то произошло Там некачественное Знаете Ошибок нет У того, кто не работает Всегда это было Есть и будет Подрядчик за свой счёт Это всё устранит Главное, чтобы жители выявили А дальше Дальше Вот прошло, например, пять лет А дальше уже управляющая компания Всё это дело содержит Жители Повторюсь Нанимают себе Управляющую компанию Для того, чтобы Осознанно Если управляющая компания Действует по-разгильдяйски Нужно гнать её метлой Вшивой Эту управляющую компанию Выбирать другую Благо сейчас конкуренция На рынке жилищных услуг Большая Особенно на юге города Можем ли мы говорить О том, что эта программа В какой-то степени Не просто должна изменить Внешне всё вокруг Но, наверное, менталитет Сознание Да, уменяющее сознание Деревенское сознание Должно изменить Чем человек будет жить В более комфортных условиях У него образ мышления Другой совершенно будет Он будет хотеться Ещё большего Ещё лучше У него будет стиву Беречь то, что создано Радоваться за детей Что они там Отдыхают В комфортных условиях И из-за кошка видно Что он там в безопасности Всё под надзором Конечно, менталитет меняет В лучшую сторону Давайте буквально ненадолго Мы прервёмся на рекламу И продолжим наш разговор Обязательно в студии Добрый вечер В эфире Магнитогорское времечко Мы разговариваем О комфортной городской среде Разговариваем с Александром Олеговичем Морозовым Председателем Городского собрания депутатов Города Магнитогорска И говорим о Магнитогорске И о изменениях Которые происходят в Магнитогорске Много общаетесь со зрителями Да, я думаю Вернее, с нашими зрителями Вы со зрителями Я с жителями С жителями города С какими трудностями Приходится сталкиваться Вот в рамках этой программы Вот с теми преобразованиями Которые происходят у них На глазах Да, особых трудностей нет Можно назвать тем То, что Не всегда могут договориться Жители между собой Вот, например В моём дворе Не смогли договориться Ну, не попал под реконструкцию В соседнем Получилось Из сложности Может быть Можно перебью И вы не смогли убедить Я не участвовал А, вы не участвовали Я на работе был Без меня А вот как? Ветераны собирались И не смогли договориться Одному нужно одно Другому другое Третьему ничего не нужно вообще И у меня двор без реконструкции Вот удивительно Да, на улице Горького Пересечение с Ленинградской Ну, там нормальное оборудование Которое было поставлено Несколько лет назад Но вот такого обновления Как в иных дворах Магнитки Пока не произошло Ну, может быть На перспективу договорятся Хотя сейчас Как мне известно Уже очередь В этой программе Многие дворы стоят И ждут Когда наступит их год Чтобы техника Зашла на их территорию И проводила реконструкцию Люди иногда начинают волноваться Когда получают уже Когда принимают готовый двор И видят порой Что много площадок И оборудования для малышни В двух, трех, пяти леток А мало спортивного оборудования Ведь дети-то растут очень быстро Если ему сегодня пять лет То незаметно, как он уже И школу закончит Я бы тоже посоветовал Нашим жителям Которые выбирают себе Проект Преконструкции Все-таки Больше упор делать На спортивное оборудование На турники На кольца Чтобы это было не только Для маленькой Совершенно Маленькие Очень быстро На глазах вырастают Ну пусть для малолеток И все-таки Для юношей И девушек Тоже должно быть Да и ветераны Частенько подходят К брусьям К этим перекладинам И занимаются физкультурой Это вот такое Маленькое пожелание Ну а парковочные карманы К сожалению У нас ведь город Особенно ленинская Часть его И никогда бы мы не думали С вами Энное количество лет назад Что в городе Будет такая автомобилизация Мы сейчас По количеству автомобилей На душу населения Догонали Москву У нас машин Столько же На тысячу жителей Как в столице Нашей родины Машин очень много Поэтому как дороги Новые не строй Как эти перекрестки Не расширяй Дополнительные разгонные полосы Пробки у нас К сожалению Будут всегда Вот у нас кстати Вторая точка Вторая локация Это Чапаева То есть Ленинский район Давайте тоже мы глянем Там по-моему Есть парковочные карманы Вот Как вот выглядит Да сейчас После ремонта После благоустройства Вернее Не после ремонта После благоустройства За кадровый звук Голос там есть Нет Это мы сейчас Вот с вами только говорим То есть не поясняем Нет Вот очень дружный двор На Чапаева Здесь у них большая спортивная площадка И детская Карманы И дорожка Проходной двор Им пользуются люди Идущие в поликлинику Медсанчасти комбината Вот комфортно Вот видите Это новые Ёлочки Аккуратно Это все жители Сделали сами Сами высадили Камушками обложили Видите как Не остановились Видите И решен вопрос Автомобилей Все Нет автомобилей Которые стояли бы на газоне То о чем мы с вами говорили Здесь живут очень хорошие жители Не на 100% конечно Но в большинстве своем да Поэтому они получили то что хотели Они даже знаете Скинули свое время И над Видеонаблюдение сделали Над подъездами Там у них все Сохранность И безопасность Молодцы Нет Ну вот кстати Вопрос для меня Вот тоже такой Думаю построили Такую красоту да Вот вандалов У нас все таки Вандалы остаются Особенно те которые Мимо проходят И ломают К сожалению Это было есть и будет Поэтому каждому двору Или дереву И забору Полицейского не поставишь Многое зависит От нас самих От бабушек Дедушек Как у Райкина Помните Один шлепнет Другой хлопнет Получается воспитание Ну и от людей Мужчин Среднего возраста Не надо проходить Мимо правонарушений И беззакония Нужно вмешиваться И ставить подонка На свое место Если у нас с вами Мужики будут Не в сетях сидеть И писать там Всякие Ныти Кляузы Проявлять Свой мужской характер То порядка В городе будет больше Говоря о том Что люди Сейчас действительно Встают в очередь Для того чтобы Их двор благоустроили Нужно наверное сказать Будет ли работать Программа Формирования Комфортной среды В будущем Леночка до 24 года Пока То есть у нас Еще с вами впереди Как минимум Есть 4 года Поэтому у нас Надежда большая Что мы сделать Сможем еще больше В городе Хотя я вам говорил В начале передачи В Магнитогорске Около 900 дворов Пока мы реконструировали 112 За 3 года За 2 года 112 За 2 года Впереди еще 4-5 Дворов 900 Посчитайте Нам этих лет Будет маловато Все дворы За ближайшие годы Мы не успеем Поэтому очередь такая и стоит Из активных жителей Которые хотят Быстрее попасть В эту программу И наряду с этим Полная противоположность На некоторых Микрорайонах На юге города Там идут в отказ Потому что Управляющие компании У нас осталось Буквально несколько секунд Вот может быть Обратимся к жителям города Есть нам что сказать Да конечно есть Дорогие мои друзья Мы хотим жить В комфортном городе Чтобы у нас все было чисто Прибрано Хорошо И стремимся к этому Если мы нормально воспитанные Горожане Если мы будем неравнодушными То у нас все получится И город будет лучше День от дня И естественно Год от года Только все вместе Если мы настоящие магнитогорцы И наш родной город Это часть нашей жизни Если так будет То будем жить Лучше и лучше Однозначно Спасибо большое За ваше неравнодушие Большое спасибо Что вы пришли Дорогие зрители До скорых встреч Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин